Добрый день. Спасибо, что пришли на мой доклад. Меня зовут Вагиф Абилов. Я работаю и живу в Осло, норвежской компании Miles. И обычно я выступаю на англоязычных конференциях, поэтому было особенно интересно в кои веки выступить на родном языке здесь, на такой представительной конференции. Я хочу поговорить организаторов, в частности, Андрея Бибича, с которым вместе мы сверили терминологию. Я вначале немножко был уверен, как правильно англоязычную терминологию представить, но здесь во время конференции я убедился, что достаточно либерально все обходятся с английским терминами. Я думаю, что проблем с пониманием не должно быть. Здесь моя контактная информация. Если вы хотите со мной связаться во время конференции или после, вы можете найти меня в Twitter, по почте. Некоторые из моих проектов можете найти на GitHub. И какие-то статьи и записи в блоге тоже можно найти в сети. Сегодня будем говорить о качестве кода приемочных тестов. И я хочу особо подчеркнуть, что речь пойдет именно о приемочных тестах, а не о юнитестах. Потому что здесь много было докладов о TDD. Юнитесты, которые пишутся в цикле в рамках использования TDD методологии, они пишутся теми же самыми людьми, как вот те, кто был на прошлом докладе, это видели. Тесты зачастую пишутся в начале. Они пишутся в то же самое время, когда и код продукта. Поэтому, наверное, нет смысла говорить как-то отдельно об их качестве. Если же речь идет о приемочных тестах, то это часто другие люди. Это может быть даже другая среда, другие языки программирования. Такое тоже бывает. Поэтому интересно взглянуть, что можно сказать существенного, особого о качестве кода этих тестов и как попытаться это качество улучшить. Вот четыре основных части доклада. Две последние. Они, на самом деле, мы пройдемся вместе через вот 10 шагов. И я буду иллюстрировать это все примерами из моего, в основном из моих личных проектов, в которых я принимал участие. И перед тем, как мы перейдем вот к этой части, мне хотелось бы познакомить вас с результатами опроса, на который я где-то полгода назад наткнулся. И меня результат немножко удивили. Разработчиков спрашивали, что для них является наиболее затруднительным. Не трудоемким, а именно затруднительным, что вызывает сложности. И интересно, что 49% ответили, что самое затруднительное для них придумывать имена к тому, что они создают. С одной стороны, это свидетельствует, может быть, о серьезности отношения к коду, который они пишут. Потому что, конечно, небрежность в именах, она приводит к тому, что код, который мы пишем, он труден для понимания для других. Его трудно сопровождать. Нам самим будет впоследствии трудно с ним работать. С другой стороны, когда 49% затрудняются придумать имена, и, как вы видите, всего лишь 2% затрудняются с дизайном разработки, это говорит, наверное, о какой-то самонадеятельности. Скажем так, наверное, все-таки фокус должен быть немножко сдвинут. И вот многое из того, о чем мы сегодня будем говорить, связано, на самом деле, с тем, чтобы писать просто меньше кода. Тогда и не будет вот этих проблем с придумыванием имен. Вот как показывает опрос, мне кажется, мы очень легко воспринимаем, что мы можем для всего написать код при необходимости. Настолько много, что у нас возникают проблемы с именами, а надо, в общем-то, немножко задуматься о том, что и как мы пишем, и часто избежать написания кода, без которого можно прожить. Кто имеет ежедневно отношение к написанию кода? Поднимите право на руки. Спасибо. Кто связан с тестированием? Кто не связан ни с тем, ни другим? То есть все как-то имеют к этому отношение. Вот если судить по вашему опыту или по вашим ожиданиям, вот когда речь идет о приемочных тестах, как вы считаете, кто считает, что приемочные тесты уступают своем качестве или должны уступать вот коду системы, коду продукта? Ну, или уступают, или вы предполагаете, что уступают. Ну, уступают, да. Так, ну… Нет, не должны, нет. Уступают. Значит, ну человек 7, наверное. Кто считает, что превосходит в качестве код продукта? Никого. Кто считает, что это то же самое? Ага, примерно столько, может даже больше. Вы знаете, вот мой личный… Мне, на самом деле, было бы затруднительно дать ответ на этот вопрос, потому что мой опыт показывает, что вот говоря о качестве кода приемочных тестов, они гораздо сильнее различаются в качестве, чем код, который идет в продукцию. И к тому есть объективные причины. Если вы посмотрите на код, на котором пишется система, поставляемая заказчику, то очень часто есть достаточно жесткие требования к наименованию, к компоновке, к выбору языков, библиотек. В то же время я неоднократно сталкивался с ситуацией, что то, что делают тестировщики, поскольку это не отправляется заказчику, это не устанавливается в продукцию, это зачастую является, в общем-то, предметом их выбора. Я работал в проекте, где основная часть писалась на .NET, на C-Sharp, а в то время как тестировщики тестировали веб-сайт с помощью Ruby. Это был их выбор, и никто не протестовал. Но никто из них не смог предложить Ruby, например, как основной язык, тогда бы вмешался системный архитектор. Вот кто с подобным сталкивался, когда тестировщики, они, в общем-то, свободны в выборе своих средств, своей среды в большей степени, чем разработчики? То есть многие здесь тоже с этим сталкивались. И что же касается жизни тестов, то опять вот мой личный опыт, не будем провалять опрос, он показывает, что часто тесты живут меньше, чем основной код, потому что, опять же, по таким вот субъективным причинам приходит другой тестировщик, у него свои взгляды на том, как это надо тестировать, в то время как, наверное, тесты могут жить даже дольше. Потому что если тест написан на нужном уровне абстракции от основной системы, если он написан на языке близко к языку спецификации, то вообще говоря, можно понять внутреннюю систему, а при этом тесты останутся. И вот сегодня мы будем об этом говорить. Вот, собственно, я уже об этом сказал, что тестировщики, они не просто являются полноправными гражданами, они зачастую могут пользоваться некой политической ситуацией в проектах, в организации и принимать решения о средствах, которыми им нужно руководствоваться. И нет причин, по которым они не должны это делать в свою пользу. Я могу привести пример. Есть такая старинная английская газета Guardian. Сейчас там практически вся разработка идет на скале. Раньше была Ява. Вот скалу принесли в Guardian тестировщики. Кто-то из них читал, что на самом деле на скале можно на функциональном языке писать достаточно компактные тесты. Они попробовали, им понравилось. И у них была свобода выбора этого. Никто не ставил никаких ограничений. Потом это посмотрели разработчики основного продукта. Им тоже это понравилось. И постепенно весь коллектив перешел на скалу как основной язык. Вот таких примеров, мне кажется, должно быть больше, исходя вот из этих причин. Итак, мы пройдем сейчас 10 шагов к лучшему качеству кода приемочных тестов. Мы начнем с достаточно высокого уровня, который, казалось бы, не имеет никакого отношения к коду, к написанию кода. Но все-таки влияет на приемочные тесты. И в итоге будем спускаться ниже и ниже, демонстрируя уже какими-то там программными примерами. В основном я буду использовать примеры на языке C-Sharp, но это, в общем-то, не имеет никакого значения, как вы увидите, на каком языке вы программируете. Итак, первое преодоление барьеров понимания. Это не мой термин. Это на самом деле название книги Гойко Аджича Bridging Communication Gap, который много говорит. Он был одним из первых, кто популяризировал BDD. И в этой книге он говорит о том, что вот в BDD Behavior-Driven Development существенным является коммуникация, взаимодействие. И вот здесь я должен был вставить русскоязычный перевод определения BDD данным Дэном Нортом, но я могу сказать, что я сдался. Я не смог это перевести на русский язык, эту фразу так, чтобы поместился в один слайд, и при этом легко читался по-русски. Значит, фраза, которая там была, она вот такая. Если у кого-то есть какие-то предложения по переводу, я с удовольствием их восприму. Поэтому давайте оставим на английском языке. Я хотел бы обратить на некоторые важные вещи. Вот outside-in — это не от общего к частному, это именно извне-внутрь. Если сравнивать с TDD, test-driven development, там мы часто находимся на уровне API. У нас есть компоненты, у нас есть классы, и мы их тестируем. И это, вообще говоря, внутренности системы. И очень часто, я по своему опыту знаю, мы влезаем в эти внутренности, мы находим новые слабости нашего кода, мы находим способы рефакторинга. При этом какой-то функционал, которого ждет заказчик, он может быть оставаться не написанным. То есть наш фокус, он часто бывает слишком на внутренних деталях. В то время как BDD позволяет нам, точнее заставляет нас думать о свойствах системы, доступных для пользователя. Также является существенным high automation, высокий уровень автоматизации. Если мы пишем спецификацию, которая остается текстом, то этот текст моментально практически теряет синхронизацию с кодом продукта. Если этот текст спецификации не интегрируется в ежедневные билды, то преимущество почти это не дает. Вот BDD существенным приоритетом является исполняемость спецификации. То есть те спецификации, которые вы пишете, они должны стать частью ваших билдов. И вот на самом деле это первый шаг к тому, чтобы писать лучше приемочные тесты. Почему? Потому что за счет того, что вы фокусируетесь на функционале вашей системы, вы уменьшаете риск того, что вы работаете с кодом, который вам будет не нужен. То есть абсолютным качеством, которое уже нельзя превысить, обладает код, который не написан. Он по определению никогда вас не подведет. Вот применяя BDD, у вас больше шансов, больше возможности не писать код, который не нужно писать. Так и фактически стандартом де-факто в BDD при написании исполняемых спецификаций стал язык геркин. Геркин в свое время отпочковался от продукта названием кьюкумба, огурец. Геркин тоже означает огурец, такой небольшой огурец по курышками. Этот кьюкумбер изначально был написан на рубе. норвежским программистом по имени Астак Хелесой, который постарался автоматизировать то, о чем говорил Den Nord. И вот вышел с этим продуктом, который сейчас имеет реализацию на всех сколь-нибудь популярных платформах. Это и Java, и естественно Ruby, и .NET. При этом вам не нужно писать это обязательно на английском. Вы можете писать это на русском языке. Это тоже является существенным BDD. Вы должны писать ваши спецификации на языке, который удобен для понимания, который не станет дискомфортным для ваших пользователей, для ваших заказчиков. Не обязательно технических сотрудников проекта. И вот ты пишешь сценарий в таком виде, вы потом можете его автоматизировать, он исполняется, и вы получаете результат, работает ваша система или нет. Это всегда вы можете обсудить при постановке задачи, впоследствии, какая систему нужно менять, с вашими пользователями, с вашими заказчиками. Преимуществом исполняемых спецификаций их несколько, начиная от того, что они пишут на естественном языке, что может быть не так важно для нас, разработчиков, но продолжая вот то, что они интегрируются в вашу сборку, и они являются живой документацией. В отличие от неживой документации, которая является текстом, не интегрированном в вашу сборку, и который почти сразу теряет свою актуальность. В итоге, когда вы запускаете ваш проект на вашем сервере, это может быть Jenkins, TFS, TeamCity, что угодно, ваш билд выдает отчет, например, похожий на этот. Это сделано с помощью компонента, бесплатный компонент для Visual Studio, который называется SpecFlow, который генерит вот такие отчеты. Как видите, здесь есть свойство, которое называется SMS Payments, и здесь есть четыре сценария. Из них один не работает, один прошел, и два… Вот розоведь это означает, что pending, это в прогрессе, то есть еще не написано или не дописано. В сравнении с тем, к чему мы, многие из нас, по крайней мере, приучены, вот это вот code coverage, unit test code coverage отчет. Это отчет, который был с одного из моих проектов лет пять назад. Как видите, здесь достаточно высокий уровень покрытия, около ста процентов. Это очень трудно достичь. Это требует больших временных затрат. И когда я показывал это своему руководству, в ответ я чувствовал какое-то неуверенное уважение. Уважение, потому что они понимают, что, наверное, это трудно достичь. И здесь все зеленое, наверное, все работает. Неуверенность была у них в том, что они не совсем понимали, зачем это им нужно. Потому что они все-таки привыкли разговаривать в таких терминах. Вот у нас есть функционал, и там четыре сценария. На сегодняшний день только один работает. Когда же будет сделано все остальное? И когда я в ответ им говорил, ну вы знаете, зато у нас почти 100% покрытие юнитестами, они пожимали плечами. Вот переход, точнее, совмещение. Конечно же, вам нужно использовать TDD, вам нужны юнитесты, но вот использование отчетов путем интеграции BDD в ваш проект позволяет вам говорить на одном языке с заказчиком, когда вы обсуждаете готовность вашей системы. Если вы интересуетесь исполняемыми спецификациями, есть очень хороший сайт под названием, сейчас я попробую открыть, под названием relishup.com. Это английские программисты создали этот репозиторий, в котором можно хранить публичные и приватные проекты. Там сотни разных проектов, и можно их посмотреть, например, какие люди пишут спецификации. Вот, например, в качестве примера здесь есть проект, в котором написаны спецификации для вычисления, загрязнения окружающей среды самолетами гражданской авиации. Если вы откроете вот этот сценарий, вы увидите, здесь написано на языке Герген, спецификации. Вот, к примеру, калькуляция сегмента. Если у вас есть два сегмента, то вот это грязнение должно быть между такими значениями. То есть если за всем этим находится какая-то система, которая работает, то с помощью вот таких вот спецификаций вы можете проверить правила работы системы. Следующий шаг, к которому мы перейдем, это как писать сценарии. Когда люди начинают использоваться языком Геркин и начинают писать такие сценарии на английском, на русском, на языке вашего проекта, очень часто отстает впечатление, что этого достаточно. Все видят, как написан сценарий, и всем понятно, он написан на нормальном языке. Но вот очень важно, чтобы в этом сценарии действительно были прописаны интересы, были прописаны поведения тех, кто является частью системы, а не просто каких-то там машин или сервисов. Вот пример — это посещение ветеринара. Здесь, судя по этому описанию сценария, у нас есть вот Дэйв, у которого есть домашнее животное Флаффи. Вот он, наверное, щенок. Вот он пригласен к ветеринару, и надо в итоге посчитать, чтобы в итоге он заплатил 15 долларов, при том, что операция стоит 10,5. И он берет эти две операции. Вот здесь прописан конкретно пользователь системы. Это не всегда бывает так, и в этом случае возникают сложности часто как с тестированием, так и с пониманием пользователя, что происходит в системе. И сейчас я хочу продемонстрировать на конкретном примере, который вот произошел примерно около года назад в проекте, в котором мне удалось участвовать. У нас был проект, когда мы занимались сайтом обновления результатов норвежских парламентских выборов. 9 сентября прошлого года в Норвеге были парламентские выборы, и вот наш сайт должен был оперативно выдавать свежие данные, которые приходили из Центрального статистического бюро. У нас не было права ничего с этим данными делать, чтобы, не дай бог, не вести какие-то там искажения. Мы могли только выдавать вот в браусере, в онлайне то, что происходит. Изначально у нас был вот такой тест, это действительно реальный был тест. Что мы делали? Мы симулировали переходящий отчет, и мы писали в базу данных эти данные, после чего мы их отправляли в так называемый Message Queue. Мы использовали Windows Azure Service Bus. И вот в Service Bus отправлялось сообщение, и мы проверяли, лежит ли там вот это сообщение. Вот такой у нас был тест. Вот мы написали, такой я здесь более крупный, я его покажу. Вот, и здесь вот, видите, самый внизу, Notification Queue should contain message. Вот нужно было нам это тестировать. Когда мы начали писать код для этого, вот для этих спецификаций нужно всегда написать, естественно, реализовать, как это внутри будет работать. И вот это на языке C Sharp, нужно быть понятно. И вот если мы идем сейчас вниз. Упс. Так. Вот, Notification Queue should contain message. У нас есть какой-то здесь системный код, который проверяет Queue фасад и пытается понять, есть ли там сообщение. У нас сразу возникла проблема, потому что достаточно сложная сеть, где у нас просто не хватало прав доступа, чтобы лазить по этим очередям, вот Queue message и проверять, что там лежит. И вот мы задумались, правильно вообще мы занимаемся, разве наши пользователи, они заинтересованы в том, чтобы знать, что у нас вообще есть какой-то там message queue. Мы вернулись к нашей системе, и мы переработали сценарий. Мы забыли про то, что у нас есть база данных, мы забыли про то, что у нас есть дистрибуция сообщений. Итак, у нас есть пользователь. Он смотрит в окно браузера и видит там отчет. Вот эти вот три кода партии, AP это arbiter party, рабочая партия, партия правых, партия левых. Вот изначально у них 3, 2, 1 мандатов. Потом приходит отчет, после чего мы должны подождать какое-то время, и в браузере это число должно измениться. В итоге мы переписали сценарий таким образом. Чего мы достигли? Во-первых, внезапно оказалось, что нам не нужно пытаться протестировать, ставить какие-то сенсоры в коде, которые заходят вот в этот message queue и смотрят какие-то там же данные. Мы фактически всю проверку сделали населением на веб-драйвере, проверяли, что у нас есть в браузере, посылали отчет, ждали какое-то время и смотрели, что у нас в браузере. При этом мы протестировали не только, что сообщения отправляются в этот message queue, мы также протестировали на самом деле и всю дистрибуцию. То есть у нас получился такой тест от начала до конца, совершенно понятный и совершенно сопоставимый с тем, что в действительности испытывает пользователь, когда он пользуется системой. И вот это приводит к четвертому шагу. Как работает система, нужно спускать на нижние уровни. Вот unit test описывает, как работает система. Спецификация, исполняемая спецификация, acceptance test описывает, что ожидает пользователь, какие действия он предпринимает и что он ожидает увидеть. Но вот как работает система, это уже не этот уровень. И вот очень хорошая, на мой взгляд, иллюстрация нашего блога Мэтта Уинни, которая показывает о том, что важно проверить, что ваши спецификации, ваши приемочные тесты должны работать с сущностями вашего домена. Например, если вы реализуете систему платежей, то смотрите, что у вас там… Вы пользуетесь словами такими, как кредитная карта, счет, транзакция, дата транзакции. Но если вы видите вдруг в спецификациях такие слова, как Ruby, REST, WebService, Rails, значит, вы делаете что-то не то, и вы на самом деле пишете не приемочный тест. Вы пишете какое-то смешение приемочного теста, может быть, с интеграционным тестом. И этого надо избегать. Также желает уменьшать число уровней трансляции, поскольку вот ту спецификацию, которую вы пишете на почти что естественном языке, будь то русский, английский, конечно, нужно транслировать в языке нижнего уровня. И здесь вы, будучи в роли тестировщика, на самом деле должны задуматься, какие языки для вас лучше подойдут. Потому что разные языки могут оказаться по-разному приспособлены для таких целей. Вот если взять какой-то очень простой сценарий о возврате продукта на склад, вот у вас сколько есть элементов на складе, вы добавляете еще один, и должно стать на один больше. Вы можете реализовать этот сценарий, написать код для него на разных языках. Вот мы сейчас посмотрим, как это можно написать на C-Sharp, Ruby и F-Sharp. Если мы посмотрим вначале на язык C-Sharp, вы увидите, что, конечно, код достаточно простой, но здесь какая-то двойственность. Дело в том, что вы не можете написать ваше предложение на естественном языке и сделать его названием метода, поскольку C-Sharp не позволяет. Это, конечно же, не такая уж большая проблема. Вы пользуетесь атрибутами и просто указываете… Ваш атрибут является связкой с вашей спецификацией, а название метода реально не имеет никакого значения. Но вот такая вот двойственность здесь есть. В то же время, если вы вспомните, если мы вспомним, что изначально BDD и вот Cucumber был написан на Ruby, там нет таких проблем, поскольку синдекс этого языка позволяет использовать ваше предложение естественного языка как спецификацию того, что вы делаете. Но вы же работаете под .NET, а вы не можете пользоваться Ruby. На самом деле есть языки, которые позволяют в том же .NET задавать методы, имеющие произвольный синтакс имени метода. Одним из языков является F-Sharp. Вы видите, насколько на F-Sharp более компактно это получается. Вам не нужно дополнительно иметь атрибут с описанием того, что вы делаете, плюс название метода. Это очень небольшой пример, скажем так, такой вот небольшой локальной оптимизации. Я его провел просто для того, чтобы когда вы выбирали, там, библиотеки, технологии для написания приемочных тестов, вы думали о том, что на самом деле это имеет, может оказать значение, выбор языка, поскольку приемочные тесты все-таки пишутся по-другому, особенно когда базой для них является естественный язык. Следующий, особенно касается тех, кто работает на Yavi и C-Sharp. Мы привыкли все писать через классы. Поэтому если нам нужно написать для чего-то тест, мы, конечно, начинаем писать классы, все это укладывать туда. И часто мы это делаем очень рано, потому что мы… вот нам нужно протестировать какой-то веб-сайт, и мы еще не исследовали, как этот сайт себя ведет, как он работает, но мы же не знаем, как иначе его протестировать. Для того, чтобы на C-Sharp что-то написать, нужно создать класс, в нем создать какие-то методы. Так вот, на самом деле, технология не стоит на месте. И даже такие классические объектно-ориентированные языки, тем не менее, для них создаются новшества, там, библиотеки или язык, как там развивается, которые позволяют использовать их в стиле, так называемый REPL, read, evaluate, read, evaluate, print, loop. То есть это фактически использует язык как скрипт. И, например, примерно год назад для языка C-Sharp был создан такая библиотека под названием ScriptCS. Это фактически скриптинг для C-Sharp, который в сочетании с другими библиотеками, на самом деле, очень легко использовать для того, чтобы на них писать скрипты тестов. Я сейчас попробую показать… Так, сейчас у меня был… Я в свое время делал видео, которое демонстрирует эту возможность. И вот здесь вот в этом видео вы видите, как я фактически в командной строке пишу что-то на C-Sharp. И сейчас вот используя библиотеку Fluent Automation, я напишу iOpen и дальше URL. После чего откроется Chrome, браусер, и он загрузит страницу imdb.com. Я написал, нажал Enter, и вот открывается imdb.com. Если мы пройдем немножко дальше, чтобы более… Так, где-нибудь в этом районе здесь более интересное показать. Впоследствии что я делаю? Я проверяю, используя средства Chrome, коды элементов, для которых я хочу написать тесты, после чего я возвращаюсь в окно командной строки, после чего пишу. То есть я хочу, например, симулировать то, что мышь проносится над каким-то элементом меню. Вот я, используя синтез библиотеки Fluent Automation, просто пишу, как если бы я это делал как пользователь, как человек. I hover. Дальше элемент. И вот элемент, он должен содержать слово movies. И тогда он должен открыть в меню элемент, в котором есть слово movies. Я нажимаю Enter, после чего открывается вот это вот окно. То есть я получаю фильмы. Если я вернусь назад и изменю там movies на celebs, это часть celebrities, то, как вы увидите, произойдет почти то же самое, только откроется другой пункт меню. Преимущество вот так подобных скриптов, то, что на самом деле вы можете их взять, потом скопировать и положить ваши тесты. Вместо того, чтобы вот писать изначально классы, не имея представления о том, как управлять вашим сайтом. Так, теперь если мы вернемся в презентацию. Разумеется, вот если вы будете пользоваться такими скриптами, очень важно, чтобы вы их упаковывали в некую библиотеку, которую использовали для доступа из ваших приемочных тестов, а не просто писали вот элементы веб-сайта прямо в самих приемочных тестах. Это важно. При этом большинство пользуются так называемым паттерном page object, когда вы пишете вот API страницы. Это хорошо работает для страниц, которые принадлежат сайтам уже давно написанными, которые никогда не изменятся. Вот я в своем опыте, когда я работал тестированием подобных сайтов, которые только создаются, обнаружил, что очень хрупким является такой вот код, потому что сайт постоянно меняется, меняется вся его структура. И вместо того, чтобы писать API страницы, как мы видим здесь, например, вот здесь у меня сейчас будет… Вот у нас search page. Есть метод go to. Есть метод search. Я пишу тест, в котором создаю объект хром драйвер, потом создаю search page, даю на него go to. То есть в данном случае я как бы тестирую API страницы, а может быть страница завтра совершенно изменится, может у меня не будет такой страницы. Вот используя свои опыты с таким исследовательными скриптами, я могу взять код оттуда и получить вот такой тестовый код, где я фактически использую поведенческий паттерн в духе BDD. I enter. I clicked. I expect. И тогда мой тест будет выглядеть примерно так. I search for conferences. I expect search result. И это I expect search result – это на самом деле метод, в котором просто будет исполняться вот этот код валидации того, что в данном элементе находится такой-то текст. Так, это мы уже прошли. Теперь следующий шаг – это… конечно, все мы знаем этот англоязычный трехбуквенный акроним dry – don't repeat yourself. На самом деле очень важно, помимо того, чтобы не повторять себя, и даже более важно, не повторять других. В таких областях, как, например, приемочные тесты, сделано так много всего, что ну просто грех этим не пользоваться. И я настоятельно рекомендую хорошенько изучить, что вообще вокруг есть, если вот вы занимаетесь автоматизацией приемочных тестов. Вот если мы посмотрим на… сейчас на некоторые примеры. Возьмем такой простой пример, когда у нас есть что-то в базе данных. У нас есть такая спецификация совершенно примитивная, надо сказать. Ничего почти не значащая. Вот у нас есть ли у нас что-то в базе данных, то мы должны, считав эти данные, увидеть вот эти записи. То есть мы сначала пишем на шаге given, а потом на шаге then мы это читаем. Вот. Значит, как это написать для этого код? Так, давайте… Где у меня был… Вот он. Значит, для того, чтобы написать код для этого, нам нужно написать метод create users. То есть мы должны взять вот эти данные из таблицы и по ним создать пользователь в базе данных. А для того, чтобы проверить, что эти записи там лежат, мы должны их считать, во-первых, сконвертировать из таблицы вот этой спецификации в какие-то объекты и потом начать их сравнивать. Для этого нужно, конечно, создать так называемый DTO, data transfer object, user. После чего вот так скучно выглядит нетворчески этот код. Convert table to user. У нас есть таблица, в которой есть фактически какой-то словарь с какими-то данными. И вот мы их конвертируем в наш DTO. В этом нет никакого творчества. И я даже не буду вдаваться в особенности кода create users, compare users, поскольку это код, который… ну, никаких сложностей в нем нет. Его просто каждый раз пишут примерно одинаково. Так вот, все то же самое можно сделать вот таким способом. Это, заметьте, не какой-то прототип, это реально код, который будет работать. Есть такой в open-source дополнение к спекло, сейчас, правда, уже интегрирован в спекло, под названием спекло-ассист, где вы можете просто дать команду create set, тогда этот метод, он берет таблицу, смотрит какие-то там имена, и под них создает их date-transfer object вот с данными именами. Используя другую библиотеку, simple data, вы можете фактически избежать написания кода для трансляции в базу данных. То же самое, у вас есть DTO-объекты, и simple data — это достаточно такая умная библиотека, она, если видит DTO под названием users с именами first name, last name, она будет искать в базе данных таблицу под названием или user, или users, и там будет искать колонку или first name, или first подчеркивание name, и если найдет, все это запишет, а если не найдет, у вас будет exception. То же самое compare users. Как видите, вот эти три простые задачи все решаются просто использованием каких-то бесплатных библиотек, которые существуют в паблик-домене. Можно идти дальше, можно пробовать динамические языки. Они особенно хороши для написания приемочных тестов, поскольку избавляют вас от создания этих временных классов, которые нужны только для того, чтобы копировать какие-то объекты. В частности, C-Sharp тоже стал лучше в последнее время. Начиная с C-Sharp 4 появилась поддержка динамических элементов. И вот мы можем посмотреть конкретный пример на этот счет. Вот этот пример, опять же, используем simple data. Вы можете написать такую вот конструкцию в C-Sharp, и это все будет работать. DB — это динамический объект. Вы пишете DB albums, значит, ваша библиотека постарается найти в базе данных таблицу по названию альбомы. И там она будет искать колонки с надписями title, genre ID, album ID. То же самое, только пример для технологии OData. Это REST-сервисы для выдачи данных, используя HTTP протокол. То же самое вы можете сделать. Это вот в этом примере. Показываю, как подключиться к репозиторе Nuget. И, наконец, вы можете, например, просто избавиться от ваших DTO. Вот используя добавление, еще одну библиотеку добавку к Spixflow, вы можете воспользоваться таким методом, например, как CreateDynamicSet, который просто берет таблицу из вашей спецификации, смотрит, какие там есть имена, и под них создают динамический объект с данными именами. Вам не нужно создавать вот этот класс User. Последнее, last but not least. Очень часто в тестах на базы данных разработчики заняты тем, что они пытаются откатить базу данных назад. И это просто не всегда возможно. Либо это, ну как, это всегда возможно, если вы просто восстановите базу данных, но это очень дорогое удовольствие в плане загрузки процессора. Очень часто вы можете более практично к этому подойти и просто отодвинуть в сторону данные, которые вам не нужны. Вот в качестве примера, предположим, вы… У вас есть такой пример. Вам нужно уничтожить пользователя с каким-то именем, потому что ваш тест предполагает, что пользователь имеет вот данное имя, значит вам нужно избавиться от пользователя, который там есть. Я встречался с реализацией этого, как попытаться избавиться от всех зависимости пользователя, потом удалить его. Это совершенно бесполезный, в общем-то, и безнадежный подход, поскольку просто не в каждой базе данных это получится. В то же время как есть более практический подход, когда вам нужно всего лишь, чтобы в базе не было пользователя с каким-то именем, там login name, например. Может оказаться достаточно, что для этого вам нужно всего лишь его переименовать. Поэтому вот то, что я часто делаю в своих тестах, которые я пишу, я просто переименовываю пользователя. Это не обязательно только вот в одном месте. Может оказаться там в двух-трех местах эти переименования. Но это очень эффективно, это работает очень быстро, и это фактически избавляет от необходимости восстанавливать старое хранимое состояние. Вот мы прошли через вот эти 10 шагов, которые, на мой взгляд, помогают вам в написании приемочных тестов, в улучшении их качества. И если вот пройти через каждый из этих шагов, посмотреть на самом деле в основном они связаны с тем, что мы пишем меньше кода. То есть быть практичным в отношении того, как мы строим среду написания тестов, какие языки мы выбираем, какие библиотеки. И если вот на все это обращать внимание, то это позволит нам гораздо более эффективными быть в отношении наших спецификаций, гораздо быть ближе к спецификациям, и сделать приемочные тесты частью наших сборки доступной и с интересом всегда оцениваемыми заказчиками и пользователями. Вот сейчас у нас осталось около 10 минут. И сегодня второй день конференции, и, наверное, все уже подустали. Поэтому мне хотелось бы сейчас предложить вам нечто такое, совершенно, может быть, не относящееся к вашей профессиональной деятельности. Я хочу предложить вам попеть караоке. Но поскольку мы находимся на профессиональной конференции, все, что мы делаем, должно быть связано, конечно же, с нашей профессиональной деятельностью. Поэтому тема связана, разумеется, с качеством кода. Если вы посмотрите, какие книги написаны о том, что мы делаем, вы обратите внимание, что огромное количество книг выпускаются вот с прилагателем beautiful. То есть что-то есть какое-то специальное в нашей профессии. Есть книжки, разумеется, beautiful code. Есть beautiful architecture. Это, конечно, не о зданиях. Это о высокоскоростных масштабируемых системах. Есть, конечно, beautiful build, beautiful visualization. Есть даже beautiful security, хотя, в общем, на мой взгляд, это аксиумаро. И для того, чтобы добавить вот к этому большому списку еще одну категорию, я решил сделать вот такую небольшую beautiful song. тем более, что девушка, которая вспомнила эту песню, у нее очень такое agile имя. Она очень как сочетается с темой этой конференции. Поэтому я предлагаю вам сейчас не стесняться. Я знаю, что вы разработчик. Я тоже разработчик. Я стою на сцене. Поэтому присоединиться ко мне. Я буду петь. Слова здесь тоже высвечиваются. И петь вместе. Звук можно прибавить? Страна. Вдох. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как вы сами определите Но понимаете, если вы тестируете вот это то это не должно зависеть ни от чего другого Поэтому вам должно быть неважно что там сидит, например, в поле Merit То есть ваши ожидания от теста должны соответствовать тем данным которые вы через него пропускаете Если вам нужно тестировать что-то больше то вы должны это указать То есть вы сами контролируете этот процесс Эти вот фреймворки библиотек они просто облегчают написание такого рутинного кода который для всех проектов примерно одинаково выглядит на своей структуре И вот можно еще вопрос задам Вот вы уточняли, что можно там например, для простоты и для скорости не зачищать данные после прогона тестов Вообще во многих книжках пишут, что тест он как бы должен возвращать систему в исходное состояние, то есть в том числе и удалять все данные, откатывать транзакцию или там почему именно как бы не стоит этого делать Давайте на такой вопрос Вот в идеальном мире да, тест желает вам возвращаться все назад Положим, кто-то написал плохой тест который не вернул что-то назад Вы написали хороший тест, который ожидает хорошие данные Ваш тест за это сломался Кто виноват? Вы, кто не проверил не обеспечил нужные для вас данные или же тот, кто перед вами сломал эти данные Я думаю тут скорее архитектура тестов будет неправильно потому что тесты получается не изолированы друг от друга и это как бы неправильно Совершенно верно, значит ваш тест должен быть изолирован от другого теста Значит, если другой тест что-то там поломает ваш тест должен создать достаточно хранимых состояний для того, чтобы в них запускаться и проходить без проблем поэтому понимаете скорее практический такой выбор чтобы вернуть систему в исходное состояние это часто дорого стоит иногда это можно решить путем например дать rollback на транзакцию но на самом деле в сложных системах распределенных это невозможно поскольку там распределенные транзакции поэтому вот в реальной среде если вы посмотрите сложную такую enterprise систему там вы в академическом смысле все равно не вернетесь назад у вас при этом генерируется следующий ID уже будет другой если только вы всю базу данных не откатите поэтому тест по идее должен реагировать только на то что важно для теста и поэтому если ваш тест проверяет что вот спецификация в которой написано что регистрируется пользователь с именем John и для этого достаточно обеспечить что в базе нет пользователя John совсем не обязательно его удалять можно просто его переименовать ну а как же переносимость тестов например ну для возможности прогона на разных средах то есть мы же не можем например прогонять тест который берет там пользователь и переименует его на продакшн среде то есть он возьмет какого-то пользователя Джона вот переименует ему там ID поменяет у него все слетит пользователь Джон звонит саппорт что случилось ну вы знаете честно говоря вот я должен хорошо подумать в каких случаях вам нужно этот тест гонять на продакшн среде нет ну например есть какие-то тесты которые проверяют там юзер экспириенс там то есть например то что кнопку нажали и у нас там открылся попап окошка вы знаете ну вот здесь надо задуматься о том что конкретно может при этом вам помешать вот мой опыт опять же что там в более ранние годы я старался возвращать состояние назад и вот потом с течением времени я начал осознавать что на практике это совершенно не нужно за очень редкими исключениями которые тестируют на том что база данных пустая вот вот такой тест действительно он этого требует но опять же тогда этот тест должен сам это и обеспечить все равно это ответственность лежит на тесте который обеспечит этот шаг given потому что вы должны исходить из того что тесты которые другие не ваш они могут как угодно плохо завершиться вот и поэтому это ваша обязанность создать необходимые условия и вот просто вот такой способ это практически наименее трудоемки для программиста создать такие условия при том что это не влияет на исполняемость теста хорошее спасибо пожалуйста к сожалению время на вопросы закончилось как бы сейчас кофе-брейк а если есть вопросы то можно ко мне подойти просто подойдите в кулуарах спасибо еще раз докладчику спасибо вам также напоминаю оставлять свое мнение о докладе при выходе да все равно огромное спасибо 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 спасибо